Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина Захарова, Таролок. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на что вам нужно срочно открыть глаза. И гадать я буду на Тару полуночной магии, Тару грибов. У нас с вами будет небольшое гадание, три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, Тару грибов у нас сегодня. Такая очень интересная колода, веселенькая, действительно мистическая. С помощью этой колоды можно еще и больше узнать про удивительное царство грибов. Про удивительное царство грибов. Итак, первая карта покажет, в каком аркане вы сейчас находитесь. Ну и потом будем смотреть, на что вам в жизни нужно срочно открыть глаза. Итак, первая позиция Аквааурок кварц. Вторая позиция Агат. Третья позиция Кенит в граните. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Что вам в жизни срочно нужно? Открыть глаза. Первый камень у нас Аквааурокварц. И первая карта, в каком аркане вы сейчас живете. Итак, вы сейчас живете в аркане Дьявол. Здесь у нас гриб Лобстер. И он является результатом паразитирования. То есть он захватывает другие грибы. И в итоге произрастает сам. С помощью этого захвата. С помощью паразитирования. Вы знаете, эта карта либо показывает зависимость вашу от кого-то, либо кого-то от вас. Она говорит о том, что на сегодняшний день, возможно, вы ощущаете, как будто в жизни вы чей-то раб. Или как будто бы вы очень хотели бы подчинить кого-то. Карта показывает навязчивые мысли. Карта показывает желание того, чтобы освободиться от этих навязчивых мыслей. С одной стороны идет искушение. Но в этом искушении есть ловушка. Вот как грибы потребляют друг друга. И растут за счет этого. За счет паразитирования. Точно так же это может быть в жизни человека. В жизни каждого человека может быть некий паразит, который растет за счет него. Который за счет него живет. Может быть, пользуется вашими ресурсами. Ну и еще эта карта показывает иногда подтягивание энергии. То есть магическое воздействие, с помощью которого у вас кто-то забирает энергию на сегодняшний день. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. На что вам в жизни нужно срочно открыть глаза. Я буду доставать три карты. На что вам в жизни срочно нужно открыть глаза. Достаю три карты. Девятка жезлов. Тройка жезлов. И карта сила. И, конечно, я тут начну с первой карты. Подумала, подумала и думаю, что надо идти по порядку. Здесь у нас девятка жезлов показывает ядовитый огненный коралл. О чем это говорит? Это ядовитый гриб. И он показывает беспокойство. Он показывает, с одной стороны, что у каждого человека, ну или у гриба, да, у этого гриба есть сила. Он может демонстрировать силу. В каких-то проблемах, в трудностях, да, всякие используют методы, инструменты, которые бы защищали. Но, с другой стороны, внутри остается беспокойство. И вот на что вам открыть глаза нужно, да, это, с одной стороны, что вы проявлять должны в своих проблемах настойчивость, мужество. Но, с другой стороны, не стоит чувствовать себя жертвой. Не стоит постоянно беспокоиться, потому что это вас разрушает. Когда вы решаете свои проблемы стойко, да, когда вы демонстрируете силу, это, с одной стороны, ну, прекрасно. Человек умеет, да, вот он постоять за себя умеет, он умеет выживать в каких-то невзгодах, да, и трудностях. Все бы ничего. Но, конечно, ему нужно беречь свою нервную систему. То есть, если вы что-то не можете решить, знайте, что нужно набраться энергии, и это решить. А не психовать из-за этого попусту, да, там, кидаться тарелками, или мучиться по ночам, не спать, там, да, или рыдать в подушку. Это не решит вашего вопроса. Откройте глаза на себя. То есть, вы очень часто психуете, очень часто нервничаете. Очень часто можете переносить это настроение на других людей. Можно, так сказать, заражать их своим беспокойством. Своими вот этими всплесками нервов. А на самом деле вы замечательный человек, который в жизни может быть лидером, довольно спокойным, уверенным в себе. Просто вам нужно вспомнить об этом. Вот откройте на себя глаза. Вы же настоящий, там, не знаю, боец в жизни, да. И просто решить вопрос с нервной системой. И тогда вам цены не будет. Вот просто цены не будет. Следующая карта у нас тройка жезлов. Карта показывает гриб, называется яблоневая ржавчина. Это гриб путешествий. Вот на что вам нужно открыть глаза. Это то, что если вы путешествуете, если вы движетесь, если вы получаете удовольствие от встречного ветра, когда едете куда-то, даже на велосипеде или на мотоцикле, или на поезде, на чем угодно, то вы по-настоящему живете и по-настоящему счастливы. И поэтому нужно научиться отдавать себя иногда во власть приключений, куда-то ездить, где-то бывать, и ваша жизнь изменится кардинально. Смотрите новые места, в которых вы просто никогда не были. И вы увидите, насколько меняется в лучшую сторону ваша жизнь. А может быть и вовсе вам нужно открыть глаза на то, что вы живете не на своем месте. Ну то есть то место, в котором вы живете, оно вам кардинально не подходит. Может быть вам нужно вообще уехать. Или хотя бы на время сменить обстановку, потому что вот ветер странствий, ветер перемен, смена обстановки, новые места. Это все вас окрыляет как человека, и соответственно вы меняетесь в лучшую сторону. Вообще эти карты еще между собой могут показывать то, что ваши тревоги, страхи, ваши нервы, вот эти, да, они могут уйти с помощью того, что вы развеетесь и съездите куда-то, и отдохнете. Или просто будете изучать новые места, там ходить по экскурсиям. То есть это вас действительно успокоит изнутри. И следующая карта у нас это сила, как вы помните, это грипп чага. Этот грипп показывает, да, показывает, что он лекарственный грипп. Он очень прочный грипп, его невозможно так просто собрать. И он богат антиоксидантами, то есть, ну, тем, чтобы восстанавливать, да, вот это вот антиоксиданты они восстанавливают организм и омолаживают организм. Нужно быть внимательным, нужно быть терпеливым. Нужно знать, что вас лечит, какие для вас самые лучшие природные лекарства, да. Потому что вокруг вас на самом деле есть все для того, чтобы вы были здоровы. И вот вам нужно открыть на это глаза, что у вас есть на самом деле в руках все инструменты для того, чтобы быть здоровым. Но вы, скорее всего, ленитесь их просто даже применить и обратить на них внимание. Чем заниматься собой? Очень удобно закрыться, да, куда-то там в свою раковину и сидеть, ждать, когда вы каким-то чудесным образом от каких-то таблеток выздоровеете. Таблетки таблетками, рецепты рецептами. Но поправить свое самочувствие, свою психику и свое здоровое, ну, тело, как сказать, физическое здоровье, да. Можно еще и всеми теми способами, которые на самом деле всегда присутствуют в окружающей среде. Это какие-то народные средства, это ваши физические упражнения, это настройка с помощью медитации, это молитва на воду. Но вы это все упускаете из виду. Вам нужно открыть на это глаза, что рядом с вами всегда присутствовали инструменты для того, чтобы вы были здоровым человеком как внутри, так и в физическом смысле. Более того, эта карта показывает, что, возможно, кто-то хочет поддержать вас, кто-то хочет даже вас утешить, кто-то в вас нуждается. И вам нужно открыть на это глаза, что есть человек или люди, кто испытывает к вам очень сильные привязанности, хорошие чувства. Но при этом вы как будто бы их игнорируете почему-то и не хотите открывать глаза на то, что есть хорошие люди вокруг, а только смотрите на то, что есть плохие. Вот те, которые хорошо к вам относятся, вы их как будто бы не замечаете, да. А те, которые плохо к вам относятся, вы на них смотрите как раз-таки. И может быть, вам стоит взять хоть раз в жизни и обратить внимание с благодарностью на тех, кто вас любит, да, и кто хорошо к вам относится, кто хочет, чтобы вы были счастливы. И тем более, что карта силы в этой колоде действительно показывает, что вы кому-то нужны, и кто-то хочет помочь и вам в этом, ну как, именно иметь взаимные какие-то отношения с вами и чувства. И этот человек или эти люди, они уже в вашем поле. И вы, скорее всего, подсознательно ощущаете и понимаете, о ком я говорю, но просто еще не сообразили, может быть, да. Вот такая интересная у нас первая позиция. Хорошо, а мы идем дальше. К позиции номер два. Здесь у нас, значит, первая карта, в каком аркане вы находитесь. Это восьмерка кубков. Это мохнатый чернильный гриб, да. Ну или мохнатая чернильная шапочка, как еще могут называть. Всяко могут называть. Это вот гриб, у которого текут чернила. Вы знаете, карта показывает, что на сегодняшний день вы либо собрались куда-то уезжать, либо вы собрались искать то, что вам больше подходит в жизни. Ну то есть разрушаете старое и создаете новое. То есть вы в той стадии, когда именно вы хотите разрушить прошлое и начать вот какое-то новое счастливое будущее. Карта показывает, что та старая обстановка, которая у вас была, она вам немножечко поднадоела. А этот гриб сам по себе, он как будто бы раз и вот начинает течь, да, растворяться. То есть постепенно выделяет вот эту черную жидкость, наполненную спорами, а сам посихоньку растворяется. Вот понимаете, как будто бы ваша личность сейчас пребывает в полной трансформации и в растворении. У вас даже, возможно, меняется характер, меняются привычки, вы себя не узнаёте почему-то. И я знаю почему. То есть тот старый образ жизни, который у вас был, он вам совершенно не подходит, не нравится. И вы хотите всё изменить, и начала меняться ваша личность. Вот настолько вы хотели всё изменить. То есть одна форма перетекает в другую. А вообще этот гриб очень такой мистический, да, и жутковатый, кажется. То есть, возможно, в вашей жизни происходят разные мистические случаи сейчас, знаки идут какие-то. Может быть, вы зависите от луны или от воды. Вообще этот гриб даже действительно может расти близко к болотам. Я про него в своё время читала и даже хотела, или, по-моему, писала статью, или хотела написать. Это такой вот, знаете, гриб, он, как сказать, многих живых существ даже пугает. Даже животных. Хорошо. На самом деле он съедобный, с ним всё в порядке. Хорошо. Давайте посмотрим, на что вам нужно в жизни открыть глаза. На что вам сейчас в жизни нужно открыть глаза. Так, тут двойка мечей, двойка мечей. Дальше, значит, десятка пентаклей. И следующая карта рыцарь пентаклей. Ну, смотрите, первая карта у нас двойка мечей. Это гриб розега или розегель. Это редкий белый гриб-паразит. И он процветает в основном на шляпках, разлагающихся других грибов. Особенно воронкообразных. Ну, таких, как, не знаю, лисичка, например. Или ещё какие-нибудь такие. И, конечно, вам нужно открыть глаза на какого-то человека, который вы меняетесь, да, вы трансформируетесь сейчас. Ваша личность меняется. Ну, то есть, это тоже похоже на распадание, да. А он на вас паразитирует. Он как раз-таки вот раз и процветает. Ну, за счёт вашей энергии, да, и за счёт того, что вы сейчас, может быть, чуть-чуть слабее, чем раньше из-за вашей трансформации. Он этим срочно пользуется, этот человек. Кто забирает вашу энергию? Кто забирает ваши силы? Осмотритесь вокруг себя, подумайте. Есть такое, как иллюзия, да, что у вас может быть нормальное отношение. Но вы каждый раз после общения с этим человеком чувствуете, что все силы у вас уходят из вашего тела, из вашей энергетики. Всё, вся энергия ушла. Этот человек берёт и просто ест вас. Это энергетический вампир. И вам нужно распознать этого энергетического вампира, да, и ограничить общение между вами, потому что иначе он вас доест однажды. Вы меняетесь, да, а он вас доедает. Зачем вам, может быть, это надо? Вам нужно подумать, кто это. Следующая карта. Десятка пентаклей. На что вам нужно открыть глаза, да? Здесь мы видим гриб Калибия. И он является маленьким, но растёт большими скоплениями. Конечно, нужно обратить внимание, открыть глаза, да, на вашу семью. То есть, это карта семейная. Вот эти грибы растут только семейками. И, соответственно, они, ну, едины друг с другом, да? Они всегда поддерживают друг друга. Вот так же вы должны открыть глаза на вашу семью, что она у вас, скорее всего, есть, что есть кто-то, кто должен быть с вами объединён, поддерживать вас. И вот с этими людьми вы должны быть близки, потому что они вас как раз не потребляют. Семья, она есть семья, у неё единая энергия, да? Как, ну, не знаю, семейный эгрегор. И вот из этой энергии вы, наоборот, можете подчерпывать силу, потому что это родовая сила, сила вашей семьи. Или сила родов, соединённых в одну вашу семью. То есть, допустим, сила рода, там, вашего отца, вашей матери. Сила рода вас, вашего мужа. И понимаете, это объединяется в ваших детей. Вот тут то же самое. У вас есть семья, члены семьи, может быть, близкие люди. Нужно на них обратить внимание, открыть глаза, насколько они вам дороги, насколько вы их любите, насколько они вас поддерживают и насколько можно быть сильным благодаря тому, что семья едина. Вот если вдруг в вашей семье есть конфликты, ссоры, споры, вам нужно это всё срочно уладить. И с вашей семьёй жить в мире и согласии. И тогда действительно у вас в жизни тоже всё наладится. И старайтесь не разъединять вашу семью. То есть, многие люди берут, уезжают на заработки, не забирая свою семью, там, оставляя своих детей, мужей, жён. Этого не стоит делать в вашей жизни. Откройте на это глаза. Нужно ехать всем вместе, да и всё. Никто от этого ещё не умер. Рыцарь Пентаклий. На что вам нужно открыть глаза, обратить внимание? Белый трюфель. Вообще белый трюфель везде выращивают, по всему миру. И есть даже охотники за трюфелями. И, конечно, вам нужно помнить, что всегда в вашей жизни найдётся источник изобилия, источник богатства, процветания. Просто оглядитесь вокруг себя, он уже есть в вашей жизни, этот источник. Просто нужно из этого источника начать черпать энергию и деньги. То есть нужно воспользоваться каким-то шансом, который уже есть в вашей жизни, чтобы много зарабатывать. И чтобы зарабатывать как можно больше. У вас есть ресурсы, у вас есть компетенция. Вы можете достигнуть цели в плане богатства. Но нужно проявить терпение, нужно проявить внимание к деталям, усердие. И вы увидите, насколько вы можете действительно добиваться в жизни благосостояния. То есть вот эта карта, она вам предвещает, что в будущем вы можете быть более состоятельны. А эта карта говорит о том, что вас в этом поддержит семья. А эта карта говорит о том, что перед этим нужно избавляться от энергетических вампиров, которые вас потребляют и не дают вам всё это сделать. Ну вот такая интересная у нас вторая позиция. Идём дальше. Кионит в граните. Третья позиция. И первая карта, в каком вы сейчас находитесь, Аркане. Вы сейчас находитесь в тройке Пентаклей. И этот гриб называется Кубок Зелёного Эльфа. И, конечно, это очень положительная карта. Очень положительная, потому что вот этот гриб, он, во-первых, красивый. Во-вторых, он окрашивает древесину в бирюзовый оттенок. Он является, ну, так скажем, семейным грибом, да, объединяющимся в группы. И, соответственно, да, это очень такая хорошая карта, хороший гриб показывает, что вы готовы работать в команде, готовы сотрудничать, готовы быть в своей семье, готовы чему-то учиться и достигать в жизни. У вас есть подключение к коллективному бессознательному. Вы оттуда берёте информацию и энергию. У вас есть единство с коллективом или с семьёй. У вас есть дружелюбие внутри, положительные эмоции, чувства к окружающим людям. Вы не ненавидите людей, и это уже прекрасно. Многие люди сейчас ненавидят других людей. Причём всех сразу. Вы скорее наоборот. Вот, вы можете хорошо относиться ко всему человечеству и со всеми ладить и дружить. Вы поняли ценность окружающих людей и вообще всех людей в этом мире. Очень хорошая карта и приятный цвет, да, бирюзовый. Может быть, вам этот цвет очень нравится. Кстати, и камень у вас тоже с такими голубыми вкраплениями, да. Вот видите, голубые вкрапления, синие такие. Вот, это у вас, видимо, тяга сегодня к такому цвету, да. Голубой, синий, бирюзовый или морской волны. Так, конечно, сейчас вы привлекаете и изобилие в вашу жизнь. На что вам нужно срочно открыть глаза? На что? Король Пентаклей. Туз Кубков. Ну и Паш Кубков. У вас очень хорошие карты. Ну а начну я с Короля Пентаклей. Это у нас гриб под березовик. Это очень хороший гриб, очень полезный. Энергия действительно мужская. Он потому что солидный, как вы знаете. Он такой мясистый. Его все любят. И вот какой-то человек в вашей жизни или идет в вашу жизнь, или уже присутствует мужского пола, скорее всего, которого просто все обожают и любят. И вам нужно научиться понимать этого человека, понимать его чувства к вам. И ценить его отношения хорошие к вам. Конечно, также вам нужно обратить внимание, открыть глаза, что вы можете процветать прямо сейчас. И быть защищены и в надежном состоянии. То есть, возможно, скоро ваши все потребности в деньгах будут удовлетворены. Если вы еще немножечко поработаете. И если вы не будете бросать то дело, которое у вас есть. То есть, также эта карта показывает, что в будущем вы будете делиться вашим богатством с другими людьми. И вам нужно иметь это намерение прямо сейчас. То есть, да, карта богатства, процветания и какого-то мужчины, на которого обязательно нужно открыть глаза и посмотреть совершенно иначе. Потому что реально имеет очень положительную энергетику этот человек. И, скорее всего, имеет к вам положительные чувства. Неважно, мужчина вы или женщина. Если вы женщина, то этот человек вас явно любит. Откройте на это глаза. Дальше мы видим туз кубков. Это рифленый гриб, птичье гнездо. Вы знаете, этот гриб, он очень плодовитый. Очень плодовитый. И несет в себе, наверное, крайнюю любовь и доброжелательность. Вот так, хорошую энергетику. И вот он может показывать, во-первых, что вам на что нужно открыть глаза, да, что и вы плодовиты. Может быть, если вы хотите ребенка, значит, у вас будет ребенок, да. Если вы не хотите, обратите внимание, откройте глаза, насколько вы плодовиты. То есть вам нужно предохраняться. Также, что у вас могут быть хорошие флюиды. Вам нужно открыть на это глаза, что вы можете распространять среди людей, да, в окружающий мир хорошие флюиды. То есть положительную энергетику. Этот гриб, эта карта, да, вообще, в принципе, привлекает изобилие в вашу жизнь и новые начинания. Поэтому откройте глаза. У вас энергия изобилия, она прямо плещется среди всех этих карт. Вот прям реально среди всех. И вам нужно просто понять о том, что у вас есть энергия изобилия, которая работает прямо сегодня и прямо сейчас. Ей можно пользоваться. И энергия любви в том числе. Это тоже энергия изобилия. Дальше. Паш Кубков. Это гриб называется синий пингиль. Пингиль, да. Это очень интересный гриб. Он оригинальный синий, с голубым, с розовым. Вот прям такой вот. Вот потрясающий. И он символизирует, что идет какой-то подарок, что-то уникальное, что-то прекрасное, что-то восхитительное. Он символизирует новые идеи, новые возможности, предложения, какие-то признания. Вот в вашу жизнь может прийти скоро что-то очень удивительное или будет неожиданный сюрприз, может быть, да. Может быть, неожиданный подарок, и вам нужно научиться благодарить за эти подарки или за эти сюрпризы. Может быть, кто-то вам скажет что-то в своих чувствах, вам нужно научиться принимать эти чувства. Может быть, кто-то скажет неожиданные слова, комплименты. Научитесь принимать эти слова и комплименты с благодарностью. То есть идёт что-то волшебное в вашу жизнь, просто вы можете отреагировать на это не так, как это следует, а следует всегда принимать распростёртыми объятиями и с благодарностью то волшебное, что идёт в вашу жизнь. Если бы вы шли по лесу и встретили вот этот синий пингиль, вы бы очень сильно приятно удивились, вам бы он понравился, вы бы его долго рассматривали и потом ходили бы очень долгое время под впечатлением. То же самое скоро будет в вашем будущем. Вы чему-то очень удивитесь, обрадуетесь и будете ходить долго под впечатлением. То есть это могут быть какие-то, ну не знаю, комплименты неожиданные, там цветы, подарки, знаки внимания, признания, предложения, может быть некие свидания, что-то романтичное, что-то очень приятное. Откройте глаза на то, какие у вас на это реакции. То есть реакции должны быть тоже очень приятными. Человек или люди, кто делает что-то для вас, они ждут приятных реакций, они ждут удивления, они ждут распахнутых огромных глаз, слёзы благодарности. Ну подарите им всё это. Ну вот такая интересная у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.